Генеральным заказчиком, подрядчиком и проектировщиком центра с подачи государственной компании «Алимстрой» выступило Московское акционерное общество СКМ «Инжиниринг», входящее в группу компании «СКМ Групп». Оно же впоследствии станет называться и главным инвестором проекта с правом кредитования в Сбербанке России. Работа закипела, старые корпуса центра были преданы земле, а персонал, состоящий из 516 штатных сотрудников, сокращен. Фактически это было место, где работало больше половины населения микрорайона, то есть это единственная точка, куда могли люди стекаться и где могли вообще получать работу какую-то. После того, как вдруг появилась год назад вот эта вывеска, что это олимпийский объект, вообще это полный нонсенс, в 2012 году появляется вывеска, что олимпийский объект, что здесь будет строиться центр спортивной медицины. Здесь было прекрасное клубное здание, административное, великолепные паркетные полы и окна пластиковые, то есть здесь все, ничего не разрушалось, ничего не разваливалось. А вот там был корпус, вот где вот этот вот страшный теплован, там жили отдыхающие. То есть это было трехэтажное такое здание 70-х годов, но оно такое было гармошечкой, все очень уютно, полисаднички, платаны, платановые аллеи, вот все, что осталось от платаны. Начиная с июня 2012 года, СКМ Инжиниринг должно было приступить к работам по благоустройству территории и возведению нового центра спортивной медицины. Но в марте уже этого года выяснилось, что генподрядчик не в состоянии выполнить инвестиционное задание. Главный кредитор стройки Сбербанк кредит выдавать отказался, а первоначальные средства, выделенные на разработку проекта, оказались попросту проеденными. Все, что удалось сделать с июня 2012 года, превратилось в котлован с грязной жижей и с ползающими по его отлогам пальмами. И получается, что все эти оплодневые процессы сейчас тащат за собой уже жилые дома. И поэтому уже, я так понимаю, что в опасности у нас уже жители двух многоэтажек. Вот у нас здесь 5-этажный дом, чуть выше 10-этажный. Пятиэтажка на улице Малый Ахунт словно метафора советской строительной эпохи. Изначально построенная с нарушениями технологии в сейсмоопасной зоне хрущевка, подпираемая сверху 10-этажной брежневской высоткой, постепенно сползает в вырытый на месте института ревматизма имени Сталина котлован. Словно бы сшитый из двух модулей дом расползается на части, оставляя в стенах пробовины и трещины таких размеров, что за ремонт не берется ни одна местная контора. А совсем недавно фундамент начал проседать под тяжестью так, что в окнах стали лопаться стекла. Видите, вот стекла как трескаются, значит, их тянет что-то, они были целые. А вот не боитесь, что тот дом свалится? Да боимся, мы всего боимся, куда нам деваться. Еще в январе эта трещина была размером в пару десятков сантиметров. К середине мая она проросла, как ли она, до второго этажа. Проезжая часть, отделяющая дом от детской площадки, стала проседать, оставляя на асфальте шрамы в виде разломов. Буквально за несколько месяцев хрущевка опустилась почти на 15 сантиметров. Вот этот фундамент, он все равно дает трещину и дает усадку в дом. Понимаете, продолжает садиться. Какие-то маленькие там землетрясения, пусть даже 3,5-4 балла, мы боимся, что мы... Для того, чтобы зайти в подъезд этого дома, нужно обладать железными нервами и поистине олимпийской сноровкой. Большинство жителей здесь – пожилые люди и молодые семьи с маленькими детьми. Здесь, в однокомнатной квартире, живет женщина, у нее небольшой ребенок. Однажды был такой случай. Она выходит и буквально каких-то полсекунды, не то что полминуты, полсекунды, если бы она раньше вышла, то это кусок штукатурки упал бы ребенку на голову. Неизвестно, чем у него это закончится. Раиса Глебова живет в этом доме около 30 лет. Дом и раньше требовал особого внимания властей. С приходом в Сочи Олимпиады, говорят местные жители, дом рискует стать братской могилой. На лоджии у нас там прям по стенке текла вода, потому что там балкон наш и балкон соседский тоже должны стоять под лицо. А наш балкон наклонился, его как бы разорвало этот дом, понимаете, по стенке у меня постоянно текла вода. Начиная от входной двери и до третьего подъезда, как бы до глухой стены, там у них получалось 18 сантиметров уклон пола. Уклон, это уже пол, мы садимся, вот так просадку делает дом весь, не только наша квартира, а весь вот этот наш второй подъезд. Между тем местные жители пишут письма. Пишут мэру Сочи Пахомову, губернатору Краснодарского края Ткачеву, президентам Медведеву и Путину. Письма с жалобами, просьбами, требованиями гуляют по инстанциям и вновь возвращаются в Сочи. Бывший директор уничтоженного центра курортологии и реабилитации Владимир Стопишин сообщает прессе, что решается вопрос о переподчинении будущего центра спортивной медицины федеральной адресной программе. Министерство здравоохранения готовит соответствующее постановление правительства, чтобы включить объект в программу государственного финансирования. В Сочи должен быть возвращен утраченный в годы перестройки статус всероссийского бальнеологического курорта. Позиционирование курорта как лечебного, оздоровительного, оно, несомненно, связано и с предолимпийскими решениями, мероприятиями, подготовкой, как угодно. Потому что часть санаториев участвуют в расположении на своей территории, как участнику, так и гостей. Они участвуют в гостеприимстве, это очень новое для них, да, и участвуют в формировании, оказании тех или иных видов медицинской помощи. И надо сказать, что санатории могли бы сыграть свою роль в подготовке спортсменов, используя их базу, если бы раньше об этом подумали. Но они могут сыграть роль в реабилитации после нагрузок, которые спортсмены будут получать, и психологические нагрузки. И только об одном не говорит профессор Разумов. Вырытый олимпийскими строителями котлован, в котором утоплено несколько сот миллионов государственных рублей, так и останется брешью в земле, отданной на заклание амбициозному проекту под названием Олимпиада. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.